МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые свежие новости из жизни главной футбольной команды Республики. В эфире ФКОФА ТВ. Всем привет. И сегодня все о дне футбола, который прошел на нашем стадионе «Нефтяник». Уже в пятый раз наш клуб отмечает Всемирный день футбола. В этом году в Уфу приехали первые лица российской футбольной премьер-лиги. Исполнительный директор Сергей Чебан, а также директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин. В зале Башкирского государственного педагогического университета Сергей Чебан провел семинар со студентами. Сергей Владимирович рассказал, из чего состоит футбольное хозяйство, как и на чем зарабатывают деньги клубы РФПЛ. Рассказал, почему в России играют по определенным дням. Также не забыл Чебан задать вопросы аудитории и раздавал памятные призы. Очень приятное впечатление, такие взгляды, наши замечательные коллеги, студенты хотят все знать. Пытливый взор, интересный очень вопрос, очень глубокий. Желание разобраться в нюансах, это всегда подкупает и очень приятно выступать. Если вы обратили внимание, все-таки у нас форум была не лекция, а скорее рассказы, беседы и мы нашли точки соприкосновения. И опять же, я очень надеюсь, что после нашего такого общения все больше и больше ребят и девушек будут приходить на стадион и болеть за свой клуб, который УФА, естественно, который в последнее время очень активно растет, развивается. И нужна, конечно, такая поддержка высокоинтеллектуальной молодежи. Сегодня Международный день футбола. Почему именно УФА решили в этот день посетить? Вы знаете, что сегодня по всей стране открывается очень много волонтерских центров. Вот, все руководители участвуют. Ну, естественно, УФА – это город, это один из центров развития футбола на Урале. Вы знаете, что история с 1911 года аж идет. И, конечно, надо было сюда приехать для того, чтобы тоже выступить перед студентами, еще раз рассказать о нашем футболе, поделиться своими взглядами. И, мне кажется, встреча удалась. Наша программа «Лига Куббарк Сердец» как раз направлена на то, чтобы рассказать о футболе не только как об игре, но и как об отрасли. Рассказать о тех профессиях, которые существуют, помимо футболистов, тренеров, массажистов, обслуживающихся, там же и аналитика, и юриспруденция, и менеджмент, и агрономия, и технологии самые современные, и в том числе и редакторы, и телевизионщики. Ну, это целая страна. И поэтому очень здорово, что есть возможность выступить перед студентом и рассказать о том, что если у тебя не очень получается на футбольном поле, то, может, получится в самом футболе поработать, если его любишь искренне. «Действительно, сегодня прошла уникальная лекция, нам очень понравилось. Видно, что человек владеет аудиторией, прекрасно общается, подхваливает студентов. Студенты, честно говоря, давно не встречались с таком уровнем лектора. Очень хорошие и интересные вопросы задавали. И видно, что лектор очень глубоко знает проблему российского футбола. Но любой вопрос, который студенты ему не задали, сложный или сильный, в любом случае он хорошо выкрутился, очень красиво общается с девушками и всем находит хороший комплимент. Поэтому я считаю, что это лектор высокого уровня и класса». А само торжество развернулось чуть позже на стадионе «Нефтяник», а также спорткомплексе. ФК ОФА по сложившейся традиции провел его в атмосфере футбольного праздника. В полдень все основные футбольные события перенеслись на главную спортивную площадку республики – стадион «Нефтяник». На главном поле состоялся товарищеский матч. Встречались сборные руководства ФК ОФА и правительство РБ против команды «Башнефть». До этого соперники между собой играли два раза. И счет встречи был на стороне «Башнефти». Они один матч выиграли и еще один свели в ничью. Отметим, что за команду «Горожан» сыграл экс-главный тренер уфимцев Игорь Владимирович Колыванов. Уже на третьей минуте ОФА счет открыла. Колыванов показал свое мастерство. Дальше встреча проходила в равной борьбе. Забить могла как та, так и другая команда. Но в втором тайме УФА упрочило преимущество. Второй раз в игре забивает Колыванов, отправляя мяч в ворота «Нефтяников» головой 2-0. «Башнефть» боролась до конца матча. И уже в компенсированное время Олег Кашуба один гол отыграл. В итоге победа УФА 2-1. Комендарь Газинцев накануне сказал, что УФА ищет нападающего. Не хотели бы, может быть, себя попробовать в качестве… Мы сегодня пошутили уже над этим, да. Не против, но как Войдуль в одно время сказал, что я очень дорогой футболист. Поэтому, ну, год или через два, может, цены упадут на меня. Поэтому, ну, с удовольствием, конечно, вернулся в прошлое. Все-таки приятно выйти на футбольное поле. На этот прекрасный газон, с такими прекрасными людьми, с которыми я в работе 3,5 года, конечно. Эмоции огромные. Победили 2-1. Я думаю, что победа заслуженная была. Хотя с небольшим преимуществом «Башнефть» играла. Поэтому правильно распорядились мячом, создали хороший момент и забили. Ну, еще раз спасибо всем. Хочется поздравить с наступающим Новым годом. Республику, всех болельщиков, всех друзей моих. Я думаю, что непростой сезон получается. Но все впереди уходит. Шансы большие остались на то, чтобы остаться премьер-лигой. Я с удовольствием сюда приезжаю. Здесь у меня огромное количество друзей, которые за меня переживали, переживают. И будут, я надеюсь, переживать. Еще раз хочется поблагодарить всех за всю работу, которую мы здесь провели. Я думаю, что любой цикл когда-то заканчивается. И я не исключаю. Поэтому мне хочется пожелать всем фанатов футбола, всем тем людям, которые все здесь построили за эти три с половиной года. Я думаю, что очень хороший результат сделали все вместе. В Новом году, конечно же, успехов, мирного, чистого неба над головой. Чтобы побольше победы в футбольном клубе Уфа было. Но я, как ваш искренний болельщик, буду всегда переживать и болеть за наш родной, можно сказать, клуб, который мы потихонечку создали. А как оцениваете игру сейчас уже при новом тренере? Ну, полтора месяца прошло после того, как я ушел из команды. И я думаю, что игра налаживается. Видишь, что потихонечку и молодежь наша стала, и Зинченко, и Кротов. И забивать стали, и втянулись в работу. Я думаю, что перспектива хорошая, и уже спрос есть на наших молодых футболистов. Ну, конечно, время покажет. Понятное дело, что за полтора месяца не просто было переводить, что-то создать. Потихонечку команда выбирает обороты. Да, где-то были матчи хорошие, как с Ростом, так с Кубанем. Пускай команда Венечу сыграла на последних минутах. Я думаю, что главное, что есть момент. А команда, когда сыграет моменты, в любом случае, она рано и поздно начнет сыграть. Еще раз скажу, я хочу, чтобы команда осталась в первой лиге. Все заслуживает этой ребята высоких мест. И я думаю, что в будущем результат придется. А когда ждать Вашего возвращения на Турбасс? Ну, сейчас только прилетел недавно из Дубая. Поэтому есть предложения, будем рассматривать, будем думать. Я надеюсь, долго я не задержусь без работы. А ПНЛ рассматриваете? Ну, все варианты можно рассмотреть, если есть интерес у руководства, если есть интерес у города, расти дальше. Не просто приходите работать, бороться за 10-11 место. Хочется, конечно, что-то... Ну, такой же вариант, если не ФНЛ, то как у ФА, чтобы команда билась за то, чтобы в этом примере было стремление, желание, глупое руководство. Параллельно проходили игры в спортзале комплекса «Нефтяник». Здесь проводился традиционный турнир по мини-футболу, в котором приняли участие женская УФА, команда фанатов, ветеранов футбола РБ и сборная тренеров школы ФК УФА. В первом матче встречались тренера футбольной школы и девушки нашей женской команды. ЖФК УФА сумела навязать борьбу и даже сумела забить. Но итоговая победа осталась за тренерами нашей футбольной школы. Следом, на паркет спортзала «Нефтяника» вышли фанаты нашей команды и ветераны футбола Башкортостана. Болельщики на равных боролись с маститыми игроками, но ряд ошибок в концовке встречи предопределил результат победы за ветеранами. А как тебе сегодняшний праздник? Отлично. Давно так не собирались, давно так не играли. Честно, вспотел. Игра проще ветеранов была очень тяжелая. Они хоть вроде по возрасту-то и постарше нас, раза в два, но играет, дай бог. Ты чувствуешь, что такое единичество? Болельщиков, фанатов, игроков? Ну, в нашей Кубе я это уже чувствую лет пять. То есть у нас с первого сезона всегда все было сообщать, всегда все было вместе. Что пожелаешь команде? Самое главное, чтобы мы остались в премьер-лиге. Вот это самое главное. А остальное, ну, в Кубке есть, получится. ЦСКА бы пройти было неплохо. ЖФК ОФА в матче с фанатами за третье место всю игру владела инициативой и уже в начале матча сделала себе задел в несколько мячей. Во втором тайме они сыграли на удержание счета и добились итоговой победы. Хорошие ощущения, мы весело поиграли, хорошо провели время. Есть ощущение, что есть объединение всех всех здесь? Да, такое присутствие здесь. Мужчины играли против нас не грубо. То есть, как бы понимали, то, что мы девушки. В принципе, нельзя сказать, что они ей поддавались. Так что уровень игры был хороший, нам понравилось. В финале встретились тренера нашей школы, ветераны Башкортостана. Хоть и тренера были моложе и быстрее, но опыт ветеранов сказался. Они в итоге стали победителями традиционного турнира по мини-футболу. Ощущение замечательное, хорошая атмосфера. Приятно поиграть в такой обстановке. И с деталками хорошо поиграли, и с ветеранами. Надо отдать им должное у них. Еще вся футбольная жизнь, как говорится, впереди только. Что можно сказать про финальную игру? Как она сложилась? Сложилась в нашем случае для нас не очень хорошо. А так здорово поиграли. Можно у них многому поучиться. Ощущается единение болельщиков, ветеранов, тренеров? Да, конечно. Вот именно в этот день мы какой год уже собираемся. Можем встретиться с теми людьми, с которыми мы можем год не видеться. Пообщаться, чему-то научиться у них. Послушать. А в конце футбольного праздника прошло награждение. Сегодня кондиционный день с теми людьми футбола. Очень здорово, что мы сегодня провели ряд мероприятий, несмотря на то, что на дворе зима и рабочий день. Конечно, в следующий раз, возможно, надо будет ближе к концу, чтобы было бы больше зрителей, больше команд. Но, как говорится, добудемся в совершенном пределах. Я всем вас поздравляю. Что хотел бы сказать. На карте Российской Федерации 85 субъектов. Но 16 команд играет в РФП. 9 территорий Российской Федерации представляют себя премьерами. И одно из них, это одно из этих субъектов, с недавнего порта, стало нашим субъектом. Это наше с вами общее достижение. Мы хотели бы, чтобы этот сегодняшний наш результат улучшался с каждым годом. Поверьте, руководство из публики, правительство делает все для этого. И, конечно, хотелось бы, чтобы было дальнейшей поддержкой, большей поддержкой со стороны болельщиков. А команда наша будет играть лучше и лучше. Вы видите, качество растет. У нас растет и сила. У нас большие официозные планы по развитию футбола. Здесь почетные гости подвели итоги уходящего года. Прошло награждение призеров и лучших игроков чемпионата Республики Башкортостан по футболу 2015 года. Честование ветеранов футбола и людей, особо отличившихся в башкирском футболе в 2015 году. Также были отмечены различные организации и информационные издания, сотрудничавшие с Федерацией футбола Башкортостана и футбольным клубом УФА. Очень приятно в праздник играть со своими партнерами, с коллегами. Я думаю, что матч получился. И вообще сегодня праздник хороший. Поэтому я прошу сегодня 10 декабря, всемирный день футбола. Всех поздравляю с этим. Балейте за нас и все будет хорошо. Как прошедший год, если брать этот отрезок, оцениваете? Все ли было успешно? Конечно, очковый багаж хотелось бы получше иметь в суду для первой команды. Ну, так, все, что заслужили, мы имеем. Вперед мы смотрим с большим оптимизмом. Мы надеемся, что команда в весенней части будет показывать еще более красивый и динамичный футбол. Вы сказали, что команда ищет нападающего. Нет ли в вашем списке футболист по фамилии Колыванов? Он сегодня два мяча забил. Очень коротко выглядел. Я Игорь сегодня сказал, я говорю, слушай, Игорек, ну ты сегодня в форме. Я смотрю, ты подхудел чуть. Он такой мне, ну я дороговат. Вот, поэтому я думаю, что клуб нас не потянет, но он у нас всегда почетный бомбардир. Я думаю, что сегодня были моменты и в Марышевшем Магадееве, поэтому получилось. Да, то, что выиграли одна команда, ну что делать. Сегодня, на сегодняшний день у нас паритет с Башнефтью, получается, мы первую игру проиграли. Вторую ничью сегодня выиграли. Будем дальше продолжать и я всех поздравляю еще раз участников с этим днем. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Амин Каминович, еще один вопрос. Что пожелаете себе и команде на весенний участие, на будущий год? Себе я бы не хотел пока что-то говорить, но команде и всем любителям футбола я желаю здоровья, самое главное. Любите друг друга, цените друг друга. Мы скромно, скромно будем стараться делать свое дело и радовать вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!